Привет, друзья-подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Случай, когда наливают в солярку машину с пензуиновым мотором, происходит не очень часто. Однако, когда подобное случается, тогда симптомы проявляются немедленно. Двигатель испускает необычные шумы, падает производительность. А из-за выхлопа исходит облака темного тима. Ситуация крайне неприятная, и если, не дай бог, окажетесь в такой ситуации, надо четко понимать, в чем опасна солярка в пензубаке, как правильно действовать, чтобы не усугубить проблему, и какой предстоит ремонт. Некоторые утверждают, что если вы вовремя заметили и заглушили мотор, ничего страшного и критического не произойдет. Но, как мы увидим в этом видео, устранение такой ошибки будет стоить очень дорого. Может случиться два варианта. Первый, когда бензин залили по ошибке в дизельный бак. И второй, когда дизель залили в бензиновом баке. Если в дизельном баке случайно залили бензин, и вы вовремя заметили этот, как специалисты утверждают, то дело обстоит не так уж критично. Случается, что ошибка с вибранным топливом обнаруживается на самом раннем стадии заправки. Если все произошло именно так, например, если вы залили пару-тройку литров бензина в бак дизельного автомобиля, просто разбавьте получившийся смесь максимальным количеством дизтоплива. То есть добавьте дизельное топливо в баке. По мнению экспертов, современные дизельные моторы способны переварить коктейль. Из солярки и бензина соотношение 10 к 1 и даже 10 к 2 при спокойном движении без высоких оборотов. Самое критичное может произойти во втором случае, когда по ошибке заливают в машине на бензине дизельное топливо. Вот шаблон наших действий. Как только после заправки почувствуете что-то подозрительное, сразу включим двигатель и везем машину в мастерскую на эвакуаторе или на буксир. Вот что же приключилось с машиной и как пришлось устранять проблемы, рассказывает мастер. При любом раскладке следует снять топливный бак, слить его содержимое, промить и залить чистый бензин. Кроме этой обязательной процедуры я снял свечи. Они были покрыты толстым слоем черного нагара. В этом случае поможет очистка, но лучше, конечно, свечи заменить. Проверка компрессии показала, что в трех цилиндрах ее значение не превышало 4-6 бар. Либо сломаны кольца, либо закоксованы. Потеряли подвижность и залегли. Залив на ночь, раскоксовывающий состав, утром намерил компрессию и было уже больше 11-й бар. Столько и должно быть на исправном моторе. Значит, поршневые кольца уцелели. На всякий случай домонтировал топливные фарсунки и промил их. Еще раз промил цилиндры сквозь свечные отверстия. После этого сменил масло и фильтр. Сделать это необходимо, потому что промывочная жидкость неизбежно попадает в масло. После запуска двигатель заработал ровно. Отдавая хозяину автомобиль, предупредили, что после такого приключения католический нейтрализатор автомобиля, то есть катализатор, возможно, слишком забито. Но это уже совсем другая история. Ну хорошо, мы устранили проблему, спасли машину и справились с этой задачей. Но тут возникает другой вопрос. Как вы видите, все это связано с большими затратами. И кто нам возместит убитки? Принципиальным моментом является выявление виновника досадной ошибки. Если на АЗС нет заправщика и вы сами перепутали тип топлива, как говорится, пеняйте на себя. Работы по сливу, горючке и предостоящей очистке топливной системы за вас счет. Однако нередки в ситуации, когда неправильное горючее, залито по вину работника пензоколонки. В данном случае неважно. Не расслышал ли он ваши слова о выбранном типе топлива? Или задумался, отвлекся, спутал шланги? Если на лючке топливного бака вашего автомобиля имеется этикетка с обозначением рекомендуемого горючего, закон на вашей стороне. Требуйте бесплатного слива топлива и заправки у руководства АЗС. Настаивайте на снятые записи камер наружного наблюдения и составлении акта о происшествии. В случае отказа руководства АЗС решать проблему, можно вызвать полицию и зафиксировать показания свидетелей, если таковые имеются. Если проблема переходит в юридическую плоскость, обязательно сохраните чек с заправки. Сделайте фотоснимки вашей машины у колонки. Вызывайте эвакуатор или транспортируйте автомобиль в сервисе на буксире, не включая мотор. На СТО произведите слив топлива в присутствии свидетелей. Не лишним будет снять этот процесс на видео. Как вариант, эвакуатор с топливом можно опломбировать, опять таки с присутствием свидетелей, и использовать как вещь доказательства в дальнейших судебных разбирательствах. Однако предварительно собранную доказательную базу можно предоставить руководству АЗС вместе с требованием о возмещении убитков на основании закона о защите прав потребителей. Вопрос о компенсациях полный может решиться на этом этапе. В случае, если сотрудники заправки не идут навстречу, подавайте ИСКВ заявление в суд. Ну вот так вот. И в конце видео просто подписаться на канал, жмите на колокольчик, комментируйте. И спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok